Почти 20 лет прошло с момента технических событий, за которыми следил весь мир. И у многих, в том числе у меня, перед глазами стоят те страшные часы, но это стоят перед глазами у тех, кто был вне дубровки, видел это по телевизору, чтобы представить себе чувствительность, который был вне дубровки. Преско 20 лет прошло с тем, что трагичный момент, который привлекает внимание на весь мир. И многие люди, даже сегодня, в том числе, у меня, у меня всегда, в том числе, эти ужасные образования. И я только говорю о тех, кто наблюдал ситуацию с экраном на теле, и в том числе, и в том числе, в том числе, в том числе, где их умерло. Тогда погибло 130 человек, из них 10 детей. Бесчеловечные, беспрецедентно, по своей жестокости, преступлениям террористов. 130 людей, которые были вновь на земле, в течение 10 детей. Это один из ориенов, без председания, как прежде всего, террористов. Оно и сегодня отзывается волей в наших сердцах. Это было нападение на нашу страну. И тогда Россия переживала тяжелые и скорбные часы. Владимир Путин назвал события Беслания на Дубровке с самыми тяжелыми для себя событиями на посту главы государства. Владимир Путин сказал, что события на Дубровке были самые сложные моменты в его работе в области. Но события на Дубровке ознаменовали собой кардинальный поворот в нашей борьбе с терроризмом. Когда каждый гражданин нашей страны понял, что без его участия эту страшную зло не победит. Уверен, что для всех присутствующих сегодня в зале, близких, родственников, друзей, госпожи Иванов, Тротиньон, участников и свидетелей тех событий, эта награда имеет особое значение. В те страшные часы Катрин Иванов Тротиньон доказала, что морально значительно сильнее террористов. И благодаря своему мужеству, терроризму и искренней человеческой солидарности спасла жизнь не более 10 детей. И в своей собственной жизни она смогла вывести своих и других детей, вверенных ей родителями в ту, решающую страшную минуту. Мы вам за это если не благодарны. Мы также в вашем поступке видим еще одно важное символическое значение. Но мы видим много других актов, и другой, который был в том, что это не символично. Это акт дружбы и солидарности французской гражданки, тяжелый для нашей страны момент. И как я уже сказал, только вместе мы сможем победить это страшное зло, международный терроризм. Но я хотел бы отметить еще другой момент. Практически весь жизненный путь госпожей Иванов-Теретимен неразрывно связан с Россией. Посвятив большую часть карьеры, работе в Национальном центре космических исследований в Франции, она внесла заметный вклад в развитие космического сотрудничества между нашими странами. При ее участии организовывались запуски совместных космических полетов СССР и Франции, среди них первый французский космонавт Jean-Luc Léthier, вошедший в экипаж орбитальной станции «Салют-Сень» и первая французская женщина-космонавт Claudie Nénéré. В 2002 году она стала инициатором открытия представительства Национального центра космических исследований в Франции и Москве и более десяти лет была официальным представителем КНЕС в России, определяла политику и стратегию сотрудничества КНЕС с нашей страной, а также участвовала в осуществлении масштабного проекта по первому запуску ракеты «Союз» с космодромом Куру во французской линии. В тот период, здесь присутствующие также многие непосредственно участвовали в тех событиях и в той подготовительной работе, которая проводилась для запуска Союза на Куру, мы, наверное, не могли себе представить, какой негативный вираж нас ждет в отношениях между Россией и странами его союза. Это был период больших совместных дел, это был период больших надежды, в том числе надежды, на то, что мы сможем построить общий европейский дом. И Россия и Франция тогда всегда были на первых рубежах этого сотрудничества, как, будь то это космос, будь то это те планы, которые были в области авиации, в том числе военные тренировочные. Я не знаю каким образом наши отношения стали заложниками интеллектуальных пигмениев, но, конечно, то, что мы видим сегодня не может нас радовать. Но вот я, перед тем как сюда прийти, ознакомился с элементами совместного доклада и европейских институтов по отношению с Россией, которые должны будет приниматься на следующей неделе. Ну, ничего кроме чувства боли, что я из этого документа вынести не смог. Но главное, создатели его вообще ничего не знают, это те отношения, которые у нас десятилетиями развивались. И поэтому, мне кажется, это наша общая задача тех, кто, ну, по крайней мере последние 20 лет занимался кто-то и больше российскими-французскими отношениями, со странами Европейского союза, мы должны объяснять людям, учить нынешних представителей тому опыту, который был накоплен первопроходцами. И это же наша задача, сегодня, наша задача, для тех, кто в порядке, уже во время последних лет, и для тех, и для тех, и для тех, и для тех, и для того, чтобы обучить упражнение, Ну а те, кто занимался космосом, они всегда были первопроходцами. И я очень рад, что тема сотрудничества в сфере космоса является все-таки одной из основных тем в российско-французском диалоге. И она была обмечена президентом России, военно-мужчем Путиным, и президентом Франции господином Макроном, среди приоритетных тем в рамках их диалога два года назад в Лиган-Солу. Но те, кто работают в мире, они всегда были пионеры, и я счастлив, что я хочу сказать сегодня, что космоса космоса остается один из главных вопросов, и главных вопросов, и главных вопросов, которые были представлены в президенте М. Путин и М. Макрон, в этом году, в 2019, в Бреган-Солу, как один из главных вопросов для космоса в плане нашего диалога. Так что еще раз сердечно благодарю вас, дорогая Катрин, за ваш мужество, героизм и ваш вклад в развитие российско-французских отношений. Спасибо. 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 Спасибо.